Вот он, главный конкурент Moza R5, а также руль, о котором очень многие говорят, но так мало информации в интернете. Всем привет, друзья, с вами Куз, и сегодня у нас обзор очень странного, неоднозначного руля PXN V12 Lite. Я надеюсь, хотя бы лайкос вы за этот свет поставите, потому что я долго парился, чтобы сделать вот такую вот красивую обстановку, а не делать обзор, как обычно, на кухне. Короче, давайте не будем затягивать, все быстро, честно и по делу. Этот руль мне прислал подписчик, которому не понравилась обратная связь на PlayStation 5. Забегая наперед, спойлер, хочу сказать, если вы хотите этот руль купить для PlayStation, нет, это вам не подойдет, и сейчас я попозже объясню почему. Многие отзываются, что на Xbox таких проблем, как на PlayStation, нет, но все по порядку. Начнем, пожалуй, с рулевого колеса. Вот сейчас издалека, с таким ракурсом, вам кажется, что оно, в принципе, вид имеет, оно такое неплохое. Здесь у нас лепесточки, здесь у нас под сцепление нижние лепестки, но также можете назначить как угодно, кнопочки есть, всякие крутилочки, перекручалочки. Но это пока вы не присматриваетесь. Издалека на картинке выглядит неплохо. Вот эта штука еще светится прям ярко, там, разными цветами. Первое, что хочу сказать, таких ужасных швов я не видел нигде. Я постараюсь сделать крупным планом кадры, чтобы вы могли вот это все дело разглядеть. То есть они реально очень кривые. Вот это сверху центральное кольцо, скажем так, оно снизу какое-то узкое, сверху широкое, все ее вот так вот размазывает. Ладно, хорошо, я не буду придираться. Это вы в первое время видите, да? Потом, когда вы играете, вы просто на это не замечаете. Знаешь, как у меня порог в ванную, которую я когда-то не доделал, точнее мне не доделали. И до сих пор уже два года я живу без порога, там просто бетонная хрень, и мне вообще пофигу. Я вроде бы перестал на это обращать внимание, но надо бы доделать. Короче, когда вы потом поиграете, вы на эти вещи не обращаете внимания. Но ваше первое впечатление это сильно портит. Далее, второй момент. Это кнопки. Кнопки здесь также хуже я еще не встречал. Ребят, ну я не хочу, я понимаю, это бюджетный сегмент. Но надо понимать, бюджетный сегмент ДД рулей, и в общем сложности это стоит 50 тысяч. И с другой стороны, это уже нифига не бюджетно. Но тем не менее, дешевые материалы, я это все прекрасно понимаю. Но вот таких кнопочек, ну этот звук... Ну знаешь, ну они прям самые отвратительные, самые ужасные, которые я только видел. Также здесь есть сайдстик, который работает не совсем корректно. Но надо сказать, у той же МОЗы тоже бывают такие проблемы. Далее здесь снизу два переключателя, которые тоже очень легко переключаются. Их очень легко задеть, случайно переключить. Но это все ерунда, это все в принципе придирки. Идем дальше. Лепестки. Они расположены так же, как и на... О, последний обзор у меня был. МОЗа R16 и штурвал GS-V2, по-моему. Короче, штурвал GS от МОЗы, который стоит что-то в районе 50 тысяч. Он весь такой из себя красивый, но там тоже вот такие же лепестки были. Они очень далеко располагаются. То есть вот я постоянно меня ругают, что я факами переключаю. Ну блин, ну далеко лепестки. Поэтому я оттянусь туда самыми длинными пальчиками. По громкости... Левый громче, правый тише. Но в принципе это не самые громкие лепестки. Их нажатие мне вполне себе, ну... Годится. Вполне себе норм. Далее у нас здесь квик-релиз. Такой же, как и на МОЗе, на SimMagic. Ну, к нему тут вообще вопросов нет никаких. Все работает прекрасно. Вон, видишь, там PXN написано. В принципе, вещь надежная. Сам руль весит в принципе немного. Ну и материал кожи. Как долго это прослужит, я не знаю. Просто из-за кривых вот этих вот швов, да, он уже весь такой сжуренный. Он уже весь такой какой-то стянутый, знаешь. Но в принципе на таком руле кататься можно. Плюс вы можете всю вот эту центральную часть выдернуть и какой-нибудь другой обод руля поставить. Хоть даже штурвального типа какого-нибудь. Хрен бы с ним. Ладно. Это первое. Скажу честно, я и ничего такого сверхъестественного не ожидал от одной из самых дешевых DD-баз. Надо понимать, чтобы уложиться в сумму 50 тысяч рублей. Здесь надо жестко экономить. Но вот как раз во время обзора мы сейчас об этой странной экономии с вами поговорим. Потому что на каких-то вещах очень сильно продешевили. А какие-то вещи, я смотрю, думаю, да ни хера себе. Я такого никогда не видел. Но при всем при этом косяков много. А самое главное, забегая наперед, мы сейчас переходим к обзору уже самой базы, которая уже пришла с браком подписчику. Что касается самой базы. Она выглядит так, ну, достаточно стильно. И у нее есть свои там фишечки. У нее очень крутой вал. Посмотри, у нее вал больше, чем на Mozy R16. То есть если вы... Блин, у меня сейчас Mozy, к сожалению, R12 прикручена. То есть если возьмем Mozy, здесь такой маленький, не особо объемный вал. Здесь он прям такой, знаешь, как будто у тебя база там на 20 ньютон метров. Ну, то есть здесь вообще, ну, как бы не сэкономили. Да, молодцы. Какого хрена блок питания вот этот вот на 120 ватт. Но есть также версии с блоком питания на 180 ватт. И вот тут ни хрена не понятно. Кто-то говорит, что первые партии шли со блоком питания на 180 ватт. Потом PXN такие решили, это слишком, типа, много мощности. Можно сэкономить. И начали туда класть блоки питания на 120 ватт. Кто-то говорит, это зависит от какой-то сборки, ревизии. Хер пойми, короче говоря. Но я вам одно могу сказать. Вот с этим блоком питания руль вырубается. Вы можете, как бы... Я не хочу сейчас сильно запариваться, вам это все показывать. Потому что я вчера весь день этот руль тестировал. Вы можете просто посмотреть на стриме. Я оставлю ссылочку в подсказке, либо в описании. Где первый раз к мне это пришел руль. Мы его тестировали сначала в Gran Turismo на PlayStation 5. Потом пошли на ПК тестировать. Но руль просто в игре бац и вырубился. Потом я попробовал еще один стресс-тест сделать. Это когда вы руль ставите ограничение, например, 540 градусов. Но прокручивать его на 600, на 700. То есть он прям с силы у вас прокручивается. И вы держите. То есть руль пытается вернуться обратно. И вы вот так вот в таком состоянии держите. Естественно, он очень сильно напряжен на своем пике. И энергия начинает потреблять все сильнее, сильнее, сильнее. И потом... И все. И он вырубается. Понимаешь? А, все, отрубился. Ты был прав. И это не из-за перегрева. Это вот с этим блоком питания. Я думал, у меня были проблемы. У меня выключались рули. Я поставил себе специальную отдельную PCI-плату, которая со своим дополнительным питанием подключил руль непосредственно к этой плате. Использовал еще два разных провода, которые подсоединяют руль. Короче, использовал разные провода. Ни хрена. Все то же самое. Благо, в моем городе живет человек, который, кстати, очень много обзоров на этот PXN делал. И он мне дал вот такой вот блок питания на 180 ватт. Я попробовал. И что вы думаете? Ни хрена ничего не отключалось. То есть я держал. Уже там температура за 50 градусов база была. Я держал, держал. Ну, естественно, отпускал. Я держал примерно по минуте. Отпускал. Минута держал. Отпускал. Ничего вообще нифига не вырубилось. Ну, просто держать очень долго в таком супер-мега-стрессовом состоянии. Может там что-нибудь загореть нафиг. Но дело в том, что ничего не отрубается. Какой мы делаем вывод? На кой черт вы кладете блоки питания, которые не держат вашу нагрузку? Также подписчик говорил, что у него такая же херня. Понижай мощность руля с 6 ньютон-метров до 5 или до 4. Ну да, я для этого и брал руль, чтобы понижать мощность. Ну, блин, ну это такой тупняк. Все равно ты где-то в игре сверх нагрузки уйдешь, и у тебя она выключится. Ну, короче, это вообще тупизм. Хорошо, здесь вот такой вход, да? Не как обычно на всех рулях. И, в принципе, на 180 ньютон-метров... На 180 ньютон-метров. На 180 ватт блок питания можно найти. Но дело в том, что производитель уже кладет сюда блок питания, который не тянет эту мощность. Как они вычислили это? Я вот это вот не могу понять. Короче, это очень странное дерьмо, но это еще не конец всей истории. Почему я сказал, что вы думаете, это, типа, брак базы? Нет. Дело в другом. Эта база отключается, то есть, блядь, тяжелая. Тут сзади у нас есть всякие разъемы, соответственно. Здесь даже есть вентилятор. Вот здесь есть некоторые технологии, которых даже в МОЗе нету. В Фонотеке даже такого нету в базах DD Pro, понимаешь? Здесь есть вентилятор, который ты можешь ставить там на среднюю мощность или на высокую мощность. Да, понятно, он тоже из очень дешевых материалов, потому что, когда ты его включаешь, его прям супер-мега сильно слышно, как он работает. Но, в принципе, он как-то занимается охлаждением базы, помимо того, что база сама пассивно охлаждается. Но вот здесь есть кнопка включения, да, и выключения, соответственно, как на всех DD базах. И вот когда вы эту базу отключаете, еще первый раз я заметил, оп, мы сейчас провернем. Вот тут вот есть такой огонек зеленый, который, опять же, на младших базах МОЗа нету, только на R16 такой есть. И он постоянно горит зеленым. Я еще такой думаю, блин, я отключил базу, зажал, все, она отрубилась. Огонек горит, как будто она все равно включена. Потом я пытаюсь базу включить, а она не включается, понимаешь? Она никакую не включается, пока вы не возьмете блок питания, вытащите его на горячую и воткнете обратно, потом база опять включается. И так каждый раз. Выключая базу, вы не можете ее обратно включить, пока вы не, извините за выражение, подрочите шнур с питанием. То есть надо именно вытащить из гнезда и втащить обратно. Я думаю, надо было еще втащить тем, кто отвечает за надежность этих баз. Потому что, что касается вообще PXN, PXN V10 более младшей модели. Under, Artplace, который я обозревал, тоже это Silverstone руль, который у меня уже пришел мне с браком, понимаешь? Это все на базе PXN, то есть у них у всех база одинаковая. Это я говорю про дешевые рули, можете посмотреть у меня обзоры. То есть у них базы все одинаковые. Они сперли это у ЛДЖТ, короче, ладно, неважно, пофигу. Но они все настолько ненадежные. Поэтому ДД базы уже такие недешевые далеко. Они, как видите, тоже нифига не славятся качеством. Понятное дело, наверное, это все со временем как-то они там урегулируют, как-то изменят. Повысит, я надеюсь, что качество. Но надо отдать должное, что вроде бы как без проблем по гарантии они меняют. Но опять же, как меняют? Мне подписчик написал, что у него та же проблема. База отрубается, но потому что у него блок на 120 Вт. И он пишет в поддержку. Ему поддержка, знаете, что отвечает? Да, 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 это брак. Мы у тебя забираем базу. Это у тебя... Они ему хотят высылать новую базу. То есть он им все отправляет обратно. Они ему потом высылают новую базу. Может быть, это имелось в виду, что они ему полный комплект с новым блоком питания вышлют. Но либо они сами нифера не понимают, что дело не в самой базе, а в блоке питания на 120 Вт. Но это еще тоже не весь кринж, который я словил. Вы не думайте, я не хейтер PXN, потому что есть некоторые вещи, которые мне очень сильно понравились. Я вам их сейчас покажу. Да и взять хотя бы то, что здесь есть встроенный вентилятор, который вы можете отключать, ставить на среднюю мощность, на высокую мощность, что поможет охлаждению базы соответственно. Но вы сами видите, ну косяки. Это косяки конкретные. То есть если я тут вам поныл по поводу швов на руле, дешевых кнопочек, то я это могу понять. Пофигу, материалы пусть будут самые дешевые, но надежность должна быть тоже. Понимаешь? А не так, что мы делаем из говна и палок, так еще и у нас нету нифига надежности никакой. Поэтому переходим к следующему моменту. Это педали. Это вообще какой-то трэш. Поначалу, когда я увидел эти педали, я такой думаю, блин, а что мне подписчики сразу предупредили, ты с педали будешь бомбить. Я достаю эти педали, они все отдельно, там газ, тормоз, сцепление, площадочка отдельная. Я их достаю, смотрю, думаю, блин, а что? Отличные педали, хорошее качество, вроде все путем. Что на них так гнали, начинаю собирать. Так, давайте-ка мы уберем. Думаю, что же на них так гнали? Здесь есть такие прикольные фишки, как... Блядь. Ой, блин, еле достал. Здесь есть вот такие вот прикольные фишечки, если что, у МОЗа вот такая вещица стоит в районе что-то трех тысяч рублей. Здесь резинка, здесь пружина, которую вы ставите под педаль тормоза, и тормоз становится более таким жестким. То есть это все надо докупать у МОЗа. У МОЗа изначально идут комплекты, есть с тремя педалями, но они подороже. Самые дешевые комплекты идут с двумя педалями. Здесь у нас трехпедальный блок, да, вроде все отлично. Блин, красивая картинка, это хорошо, но я боюсь, что черным на черным вам там плохо видно. Вот, отлично будет видно, да. Смотрите, педальки, да, в принципе, внешне они выглядят неплохо. Они из металла, но у них есть вот такая вот подставочка, да, металлическая, которую вы прикручиваете эти педали. Вот вы думаете, почему у меня педаль тормоза прикручена вообще на два болта, а не на четыре, и располагается так далеко? Да потому что это какая-то хрень. Посмотри сюда на наклон педалей. Вот пластинки я все поменял. То есть изначально они вровень с педалькой шли практически вот так вот вертикально. Точнее, перпендикулярно к этой площадке. И вот у меня один вопрос. Кто нахрен это придумал? Ну, то есть педали во всем своем хороши, да. Они такие же, я считаю, как и у МОЗы, да. Но у них есть всякие вот такие фишечки, которые в МОЗе надо докупать. Есть еще педалька, которую в МОЗе надо докупать. Здесь у вас есть все в комплекте. Но вы о чем нахрен думали, когда вы делали такой угол педали на такую маленькую площадку? То есть это какие-то педали курильщика. И это не просто так я сейчас бомблю. Вы же скажете мне, что... Ой, Кус, ну там же можно угол педали поменять. Я это и сделал, да. Но посмотрите сюда, где будет стоять моя нога 43-го размера. Даже 40-го... Блин, я сейчас возьму Тани на кроссовки. Так, у Тани 39-й размер. Вот посмотри. Вот ты начинаешь нажимать. И у тебя нога вот сюда вот уезжает. Это 39-й размер. И не важно, какой у вас угол наклона педальки стоит. Хоть так, хоть сяк. Этой площадке она супер-мега-маленькая. Ее мало. Если вы уж делаете такой наклон педали, сделайте площадку побольше. Либо как-то спроектируйте возможность. Вот, видишь, я отодвинул педаль тормоза подальше. Да, вот тут нормально. Вот, тут нормально. За исключением того, что прикручивая так педаль, у меня там все торчит наружу. Все микросхемы. То есть, ну это вообще... Это надо чем-то закрывать. Вот. Плюс добавьте ко всему, что когда вы жмете, у вас вот начинают вот так вот педали туда перековыркиваться. Но это на всех дешевых педалях есть в принципе. Но я вам просто хочу показать нормальные педали. Это педали Fanatec. И нечего тут сравнивать, потому что эти педали стоят как весь этот набор PXN. Но я просто хочу показать одну вещь. Это наклон педали. Вы видите наклон? Да, они тут регулируются на всех педалях наклончик. Но в целом вот. Вот он адекватный наклон педали. И посмотрите. Вот тут вот площадочка. Она не особо больше, чем эта. То есть это стандартная, в принципе, стандартный размер площадки для ног. Но дело в том, что когда у вас нога стоит под таким углом, почти пердикулярным, у вас тут места для ноги нету. Какую бы вы там посадку не использовали, понимаешь? Кто-то говорит, ну, Кус, ты не понимаешь. Это специально для лежачей посадки, как в Формуле-1, да? Мы покупаем бюджетный руль за 50 тысяч. И у нас у каждого, наверное, есть уже дома-кокпит, в котором вы лежите, как гонщик Формула-1, когда у вас ноги выше вашего таза находятся. Об этом они думали? Я сомневаюсь. Нет, это просто, я не знаю, нахрена они так сделали? И невозможно этот угол поменять только вот эти накладки. И это очень странное. Блин, дерьмо. Это первые педали из DD-рулей, в которых я вижу такой угол наклона. Это трэш. Вот, короче, выход здесь только ставить педальки вот чуть-чуть туда-назад. Соответственно, мы их крепим, как видите, не на два болтика, а на один. И нам нужно будет подумать о том, чтобы сверху как-то закрыть все вот эти микросхемы, куда будет попадать пыль и грязь. Но, возможно, это не будет сильной проблемой, потому что на моих педалях Fanatec хоть там и есть пластинка, туда все равно просыпается пыль, грязь, и они до сих пор вроде бы как работают. Педали, на самом деле, из хороших материалов, если мы, ну, рассматриваем с точки зрения бюджета. Но это жесть. Вот эта штука, ну, вроде да, прикольно. У вас педаль тормоза стала пожестче, это хорошо, это прекрасно. И вид они имеют, в принципе, видите, и с этой прям пружиночкой такой желтой они так стильно смотрятся. Ну, все, обосрали просто наклоном. Ну, 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 ну как? Зачем вы это испортили-то? Я не понял. Ладно, переходим дальше к плюсам. Да, здесь есть одна вещь, которую я когда увидел, я охерел просто. Нет, ну, реально, я такого нигде не видел. Это очень странное дерьмо. То есть, ну, в хорошем смысле. Мы покупаем вроде бы как самый бюджетный директ драйв руль. И при всем при этом у нас здесь есть вот такая вот вещь. Это крепление к столу. Не к кокпиту, а именно к столу вашему. И вот смотри, здесь вы чик-чик два болтика прикрутили. Точнее, это вот так вот выглядит. Вот, спереди два болтика прикрутили. А вот эти все болтики, это вы можете регулировать наклон базы. То есть, вот, видите, база стоит здесь. И вы вот так вот регулируете наклон. Дальше наклон отрегулировали. Здесь есть вот такие две струбцины, которые, соответственно, вот сюда вот заходят. И руль прикручивается к столу. Также у этих струбцин здесь есть резьба. Вы можете хоть так прикрутить, хоть и к самой базе прикрутить. Там вариантов очень много. И вот эта вещь, ну, реально офигенная. То есть, это лучшее крепление к столу, которое я где-либо видел. Потому что у Фанатека вообще говно пластиковое. Ну, с ним можно кататься, но говно. Оно очень плохо держит. У МОЗы по типу такого плана, но там нету регулировок. Там просто, оп, один наклон постоянно. Здесь вы можете отрегулировать, как вам удобно. Можете это все как конструктор перебирать под нужный вам угол. В общем, это все круто. Это вещь действительно офигенная. В бюджетном руле это то, что надо, чтобы крепить руль к кокпиту. Теперь еще поговорим о такой вещи, как софт. В PXN есть свой софт. Ставите на компьютер, тоже там настраиваете. По типу как МОЗа, но русского языка там нету. Но, в принципе, на английском все можно понять. Немножко другие настройки, но в целом руль также можно неплохо под себя настроить. Есть очень полезные настройки. Там как скорость вращения руля, следить за температурой, задать то, насколько сильно будет вращаться вентилятор. Кнопочки можно там даже, по-моему, передназначить. В общем, есть некоторые полезные функции. И еще одна очень прикольная вещь. У них есть приложение на телефон. Но вот только одно но. На Android работает хорошо, на iPhone работает всрато. Ну как всрато? Иногда работает, иногда не работает. Но если на телефоне там есть какие-то готовые пресеты, и вы их хотите установить, на iPhone это нифига не работает. Но в то же время очень удобно. Но вот я на той же, когда консоли пытался настроить обратную связь, о которой мы сейчас поговорим, то вообще кайфово. Ты просто по Bluetooth подсоединяешься к базе, и ты просто на ходу, на горячую, смотришь, какой ползунок за что отвечает. Тут же это все меняешь, тут же это все тестируешь. Так же и на ПК можно сделать. То есть тебе не надо каждый раз игру сворачивать, что-то еще. То есть ты прям сразу меняешь какое-то значение в программе, и понимаешь, как оно влияет на обратную связь на этом руле. Так вот, что касается обратной связи. На ПК все довольно-таки неплохо. Это, считай, как та же МОЗа, да? Тяжело понять, есть ли здесь действительно 6 Нм, или здесь 5 Нм. Ну то есть разница 1 Нм, я честно не могу ощутить. Мощнее ли это база, чем МОЗа R5? Но мне показалось, плюс-минус одинаково. Но я обзор на МОЗу R5 делал давно. Ну и плюс еще, опять же, нужно по-разному эту базу настраивать. В общем, на ПК мне понравилось. И опять же, повторюсь, вот эта функция включения вентилятора, она, ну, прикольная, да. Можно сильно нагружать базу, включать вентилятор. Но опять же, я не мог этого толком проверить, потому что сильно я нагружал базу, у меня руль отрубался из-за того, что блок питания был на 120 Вт. Потом уже на 180 Вт, когда я тестировал обратную связь, я там специально делал такие стресс-тесты на свой страх и риск. Думал, блин, боялся, что руль сейчас сгорит, и вообще капец. Потому что изначально мне этот руль прислал подписчик, чтобы мы его продали. А если бы обзор был негативный, каким он, я считаю, наверное, является, я им сказал, не парься, я у тебя этот руль куплю, и потом разыграю среди подписчиков. Но так как здесь явный брак с выключением и включением, который надо чинить, разыгрывать такую руль, ну, я хрена узнаю. Это сейчас, знаешь, постоянно человек будет втыкать-втыкать провод, и он просто сгорит нахрен. Мы решили, что, наверное, скорее всего, отдадим его обратно, пусть нам сделают его по гарантии. А потом уже решим, что с ним делать. Так вот, на ПК обратная связь неплохая, все отлично. На Xbox протестировать не могу, но на Xbox работает все подключение, там как-то через джойстик неплохо. Но опять же, что значит неплохо? Наверное, без сильных каких-то косяков, но все равно, я уверен, на консолях, даже на Xbox, обратная связь будет похуже, чем на ПК. А вот что касается PlayStation, многие рассматривали этот руль, чтобы его купить для PlayStation и кататься в Gran Turismo. Так же, как и подписчик, который мне его прислал. Потому что, чтобы вы понимали, да, Direct Drive самый дешевый, который от Fanateca, это вам выйдет 100-120 тысяч, чтобы его в Россию привезти. А здесь 50. Естественно, многие покупают этот руль, чтобы играть на PlayStation Gran Turismo. Так вот, это хреновая идея, потому что это все подключается вот через такой N5 конвектор. И что вы получаете? Пустоту в центре. Ну ладно, окей, к этому можно как-то привыкнуть. Немножко пустоват руль. Нету ничего, там буквально на 5% значения, да. А вот второй момент, к которому вы не привыкнете, который вы никак не исправите, да, можно, конечно, этот косяк убрать, но тогда у вас практически не будет обратной связи. Она будет настолько сглаженной, и ее, ну, ее реально практически не будет. В прямом смысле. Это то, что каждый раз, когда вы только, вот пока поворачиваете, куда-то едете, все окей. Только вы выпрямили машину, прямо поставили, и начинается пустой центр. Это ладно, но вы просто держите руль ровно, а он такой... И он постоянно, вот это вот подергивание, он постоянно куда-то хочет от вас свинтить. Это во всех играх. Не от игры зависит. Это в Gran Turismo есть. Это в Assetto Corsa Compenitione есть. И это ни хрена никак не лечится, как бы я ни пытался это сделать. Там и настройки мне подписчики скидывали, и мы там и в игре мы что-то пытались крутить. Но это есть. И пока что от этого никак не избавишься. И это работает всрато. Можно ли это убрать? Я думаю, да. С обновлением. Когда вот эту вот штучку смогут как-то обновить, прошить, и тогда, возможно, будет чуть лучше. Потому что у меня был конвектор, Брук, который стоит сейчас в районе 15 тысяч рублей. Когда я его тестировал с МОЗа R5, то были те же примерно проблемы. И в принципе, ну там еще и сама обратная связь была очень слабой, как бы ты его не настраивал. Сейчас, говорят, вышло какое-то обновление, какая-то прошивка, и стало гораздо лучше. Но опять же, я уверен, там есть свои нюансы, есть свои косяки. Поэтому, если вы рассматривали этот руль для PlayStation, я бы вам его не рекомендовал, а лучше бы даже взял какой-нибудь двухременной Трастмастер, да даже Logitech взять. Это будет и то лучше, чем вот это. Ну что, давайте подведем итоги. В принципе, этот руль за 40 косарей, я где-то видел скидки на Озоне, там 40-42 тысячи, вот такой комплект можно купить. Можно, но только на свой страх и риск. Потому что, возможно, придет брак, возможно, придет блок питания на 120, а не на 180 ватт, который ни хрена не держит нагрузку. Как это в будущем будет работать? Я не знаю, готовы ли мириться вот с такими косяками. Давайте пройдем по порядку. То есть, на самом деле, я вам тут говорил про строчку на руле в сратую, но срать на нее. На ощупь норм, хват более-менее неплохой, я не чувствую вот эту вот строчку, это просто в первую очередь бросается в глаза, потом ты на это забиваешь хер. Но опять же, это визуал, это вы потом на это не обращаете внимания. Кнопочки, то, что в сратой, да тоже пофигу, но опять же, с одной стороны пофигу, а с другой стороны, а вдруг они начнут косячить через какое-то время, заедать или что-то еще делать. Но, в принципе, рулевое колесо, ну, норм, на самом деле, я не ожидал чего-то, чего-то такого крутого, потому что та же Moza CS штурвал, который стоит 30 тысяч, здесь неплохие кнопочки, все, но он также, он весь из пластика, он прорезиненный, то есть, он выглядит прям дорого-богато, а когда вы берете его в руки, вы понимаете, что это все равно не флагманская модель, это не топовый сегмент, и к этому нужно быть готовым. Поэтому никаких завышенных ожиданий от именно баранки, вот это я себе не делал. Лепестки средней громкости, они из металла, магнитные, что еще как бы надо. Вот, неплохой квик-релиз, поэтому к рулю, ладно, меньше всего проблем. Идем дальше. Педали. Выполнены прикольно, стильно, черный цвет, вот эта вот штука, которая в Moza докупается отдельно, третья педаль, которая в Moza докупается отдельно, да, вроде бы все гуд, но это все нахрен перечеркивает, это дебильное расположение, это дурацкий наклон педалей, который все перечеркивает предыдущее. Конечно, к этому можно привыкнуть, особенно когда вы играете на полу, у вас просто пятка съезжает на пол, и в принципе, ну, наверное, можно привыкнуть, но хочется ли к этому привыкать? И да, здесь можно что-то приколхозить, отодвинуть их подальше, что-то там, сюда какую-то накладочку еще сделать, ну, блин, встрять на такой ерунде, зачем-то делать наклон, который не как у всех, я не знаю, зачем? Так еще и понимаешь, из-за такого наклона, сильного, они могут вот так вот переворачиваться. Как вы думаете, почему в самых дешманских моделях рулей, вот этих вот из пластика, которые все, да, у них педали практически вообще на полу лежат, то есть у них не вот такой угол наклона, а просто вот такой, потому что вы давите на педальку сверху вниз, и она у вас никуда не переворачивается. Здесь надо было сделать так же, наклон поменьше, а в итоге мы давим педали туда, и они кувыркаются тоже туда. Короче, жесткий косяк. Ну, и переходим дальше непосредственно к самой базе. Мощный квик-релиз, мощный вал, в принципе, видок она имеет. Есть активное охлаждение, вентилятор, который регулируется. Здесь у нас тут, понимаешь, видимо, у них, ну, там есть у них, по-моему, и коробка, и ручник сейчас есть, у PXN, вроде бы. Здесь у нас что? Хотя под ручник у нас здесь и нету порта. Здесь у нас педали, шифтер, и кнопка стоп. Кнопка стоп, я вообще не знаю, нахрена она нужна, на модели рулей, в которых 6 ньютон-метров. Ну, ребят, 6 ньютон-метров, это, конечно, норм, но это не так много, чтобы туда хреначить вот эту... Что такое кнопка е-стоп? Это такая вот красная кнопка, которая, если вдруг руль заглючил, вы так и... Оп! Нажали на эту кнопку, база полностью потухла, чтобы вам там она не сгорела, руки там что-нибудь не переломало. Но это не на 6 ньютон-метров, это просто, как, знаешь, какое-то, ну, извините за выражение, ***. Самое главное, что нужно знать по базе, раз она мне уже пришла, точнее, подписчику бракованное с кнопкой включения-выключения, это уже о чем-то говорит. Далее блок питания, который не тянет эту мощность. Ну, короче, блин, все, что касается надежности, будьте аккуратны, покупая эту базу, потому что, ну, сами все видите. И последнее по поводу базы, если хотите использовать ее с Xbox, попробуйте, тут я вам ничего не скажу, подписчики отзываются хорошо. Если хотите купить для консолей, однозначно нет, пока что не стоит. Ну, и в принципе, купил бы я себе, подытожив это все, эту базу, честно, нет. Потому что, во-первых, опасно, то есть, да, скорее всего, если у вас там что-то не работает, через Ozone, или там другие сервисы, AliExpress, можно это как-то выйти на связь с продавцом, вам либо поменяет, либо вернуть деньги, но это геморрой. Ну, и самое главное, это педали. К таким педалям я, ну, не знаю, может быть, можно привыкнуть, но мне не хочется привыкать, ну, откровенно, к какой-то херне. Я уверен, в принципе, надо дать время бренду PXN, я думаю, сейчас они как-то вот сделают какие-то выводы, поменяют угол наклона педали, как-то поработают с надежностью, там, еще что-то где-то докрутят, и самое главное, чтобы вот докрутили обратную связь на PlayStation, я думаю, через время, может быть, будут какие-то стоящие модели. Вот, на данный момент самая главная проблема, это даже не, там, какие-то косяки с педалями, со строчкой на руле, а это банально надежность. То есть, если у нас приходит база уже с браком, я не знаю, что будет с ней, там, через 2-3 месяца, понимаешь? А с вами был Кус, друзья, как просили, обзор на PXN, V12 Lite я для вас сделал. Пока, ребят.